Всем привет дорогие друзья, мы продолжаем серию уроков в Автодеске Ментор. Сегодня я расскажу как преобразовать 2D модель в 3D модель. Перед вами 3D модель коробки для хранения точильных камней. Я ее специально разработал для своей точилки Chucha Pro. На крышке коробки сделал вот такую интересную гравировку в виде кинжалов и с надписью Knives. В данном случае я использовал самый простейший метод перенесения 2D рисунка в 3D модель. Я об этом уже рассказывал в одном из своих видео. Скачал из интернета качественную картинку, наложил ее на нашу крышечку вот таким вот образом. После чего я использовал функцию Spline и все это дело красиво обвел. Но минусом данной методики является низкая точность. Но сегодня я расскажу более интересную методику перенесения 2D рисунка в 3D модель. Для этого в интернете я скачал вот такой вот интересный рисунок волка. Старайтесь скачивать как можно качественную картинку. Эту картинку нам нужно открыть в замечательном редакторе Photoshop. Для начала давайте уберем лишнее. Для этого нам понадобится вот такой вот интересный инструмент волшебный ластик. Нажимаем на нужные поля и они видите удаляются. Зажимаем Alt и увеличим там где нам не видно. И также удаляем лишнее. Теперь очень важный момент. Если выделим нашу картинку, то видим у нас указывается все в сантиметрах. Но у вас может быть в дюймах. Для этого вам нужно правой клавишей нажать на линейку и выбрать нужную систему измерения. В данном случае сантиметры. Если у вас линейки этой нет, зайдите в просмотр и нажмите галочку на линейку. Теперь заходим в закладку 3D моделирование. Здесь мы выбираем функцию новая 3D экструзия из выделенного струя. Обязательно с правой стороны в свойствах ставим глубину экструзии. В данном случае я поставлю 1 сантиметр. То есть это по сути выдавливание. Мы выдавили нашу деталь на 1 сантиметр вглубь. И вот друзья, вот таким вот простым способом мы перенесли 2D рисунок в 3D модель. Полноценную, которую можно использовать и для печати, и для дальнейшего редактирования. Давайте экспортируем нашу 3D модель в нужный нам формат. Для этого заходим снова в панель 3D. Экспортировать 3D слой. Выбираем формат STL. Можно выбрать Object, но я выбираю STL. Здесь, обратите внимание, вы можете поставить размер, какой вам нужен. В данном случае коробочка у меня шириной где-то 70 миллиметров. Поэтому будем ставить из расчета 50 миллиметров. То есть 5 сантиметров. Обратите внимание, что Y и Z автоматически пересчитался. Также давайте экспортируем в больший размер. Сейчас вы поймете, для чего это я делаю. Экспортируем 3D слой. Тот же STL файл. Только поставим, например, 100 сантиметров. Наносить рисунок мы будем на новую коробочку. Эта коробка рассчитана для веневских камней, алмазных. Толщина их, конечно, меньше, поэтому их влазить сюда больше. 8 штучек. Так же сделаем рисунок на крышке. Нажимаем на крышечку дважды. Выбираем эскиз, который нам нужен. И здесь будем наносить рисунок. Но для начала давайте откроем то, что мы сохранили. Файл. Открыть. В папке выбираем все файлы, чтобы мы увидели. И выбираем 5 миллиметров. И вот наш STL файл. Полностью готовая 3D модель. Ее можно, конечно, совместить с нашей коробкой. Но для этого нам нужно будет саму коробку перевести в формат STL. И тогда все это соединить. Но мы не сможем тогда нормально, качественно редактировать эту коробку при необходимости. Поэтому давайте сделаем все правильно. И переведем вот этот вот рисуночек в полноценное твердое тело. И в этом нам поможет замечательный плагин Autodesk Mesh Enable для Autodesk Inventor. О котором я уже делал обзор. Как его установить, где скачать, вы все можете посмотреть на моем канале. Ссылочку скину под видео в описании. Я захожу в элемент сетки. Выбираю правой клавишей. Convert to Base Future. При этом ставлю здесь полнотелое тело. И удаляю оригинал. После конвертации мы должны были получить полнотелое тело. А у нас оно получилось полупрозрачное. Мы видим только Mesh сетку. В чем же эта проблема? Дело в том, что с этой проблемой сталкиваются очень многие, кто конвертирует через Mesh Enable. Но я нашел этот ответ. Долго мучился, конечно, целый день потратил. И готов с вами поделиться. Дело в том, что данная полигональная модель состоит из тысячи маленьких отрезков. Дугообразных, ровных, неважно. Но это все нагружает систему. А так как Autodesk Inventor является векторной системой, он привязывает все к системе координат XYZ. То есть для того, чтобы проставить размеры для этой модели, нужно около 7800 размеров сделать. Представляете, да, какие просчеты должен сделать Autodesk Inventor, чтобы перенести вот такую вот с виду простую деталь. Тогда возникает вопрос, как же помочь нашему Autodesk, чтобы он действительно смог полноценно сделать твердую деталь. Закрываем нашу деталь размером 5 сантиметров и открываем нашу STL-модель, которую мы с вами сделали в размере 100 сантиметров. И вуаля, ребята. Обратите внимание, мы получили полнотелое тело. Чем меньше деталь, чем больше вот таких вот отрезков в ней, то есть полигональная деталь, тем сложнее для Autodesk Inventor просчитывать. Так как весь рисунок лежит в одной плоскости, выбираем любую поверхность и создаем эскиз. Здесь нам поможет замечательная функция проецирования геометрии. Нажимаем на поверхность, нажимаем на вторую и так выделяем каждую. Выделив все плоскости, мы с вами получили, по сути, уже готовый эскиз. Выделили наш эскиз, делаем копирование и правой клавишей вставляем на нашу коробочку этот эскиз. Вставить. Эскиз достаточно большой, поэтому его нужно, естественно, уменьшить. Выделяем снова нашего волка. Переходим в закладку масштабирования. Здесь выбираем базовая точка. Можем выбрать по центру. И ставим коэффициент. В данном случае я буду использовать 0.58. Все, мы уменьшили нашу волка до нужных размеров. Также этот эскиз можно перенести ближе к центру. После чего выбираем функцию перенос эскиза. Здесь также выбираем базовую точку. Можно снова в центре выбрать. Вручным способом выставляем наш эскиз относительно нашей коробки. Нажимаем ОК. С помощью функции выдавливания делаем гравировочку. Выдавливать будем на 1 мм в обратную сторону. И вот таким вот интересным способом мы получили с вами очень точную и качественную гравировку. Давайте затемним некоторые части, чтобы было более наглядно видно. Теперь наша гравировка смотрится вообще великолепно. А теперь, друзья, немножко облагородим нашу крышку. И взяем красивую надпись. Это делается очень просто. Сначала создаем эскиз. На нем проставляем оси координат с пунктиром. После чего выбираем дуга с центром. Ставим где-нибудь повыше центр. И рисуем дугу. В меню текст, выпадающем в списке, выбираем текст по линии. Выбираем саму линию. Сюда прописываем название. В данном случае я напишу здесь название шарпенера. Это точилка. Выбираем шрифт. Где-то в районе пятерочки ставим. Модель шрифта выберем Arial Black. Сразу меняем направление. Позиционный допуск ставим изнутри, чтобы надпись была у нас внутри, а не снаружи. И делаем растяжение на всю длину нашей дуги. Нажимаем на нашу дугу и перетаскиваем. Если в сторону, видите, он разъезжает. То есть вот таким вот простым движением мы можем, в принципе, поставить так, как нам удобно. Выбираем функцию выдавливания. Выбираем нашу надпись. И делаем выдавливание на 1 мм. И вот, друзья, мы получили вот какую-то интересную коробку для точильных камней. С логотипом Волка и надписью Точилка на английском. И вторая коробочка с двумя кинжалами и надписью Knives. Тоже для точильных камней. Когда распечатываете коробочки, сделаю отдельный обзор и посмотрим, что у нас получится в качестве литеризации, насколько это будет красиво смотреться. Вы напишите в комментариях, понравилось ли вам или нет. Напишите, понравилась ли методика нанесения вот таких вот логотипов конвертирования 2D рисунка в 3D модель. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, этот урок вам понравился. Вы чего-то новенького научились. Что-нибудь, может быть, вспомнили. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Также под видео очень много полезных ссылок из Китая для 3D принтеров и других интересных вещей. С вами был Макс. До новых встреч. Пока, друзья.